И нет блага, я знаю. Никакая жизнь, не способна одарить нас благом, не будет для нас благотворной, если в ней отсутствует сознание Кришны. А сознание Кришны невозможно, если нет Сева, служения Кришне. А служение Кришне означает служение Гуру и Гавранге. А Гуру и Гавранга означают служение Вайшнавам. Служение им означает служение Вайшнавам и удовлетворение Вайшнавам. Вы можете удовлетворять всех, но не в силах удовлетворить Вайшнавам. Вайшнав, порой, это очень опасно. В действительности каждый является Вайшнавом, и никто не является Вайшнавом. Одновременно это и так, и не так. Ачиньте Абхеда Абхеда. Много раз. И все Вайшнавы приходили к Гуру Махараджу. Я спрашивал, а каков стандарт этого Вайшнава? Я спрашивал у него. Я задавал этот вопрос. То было мое хобби. Многие Вайшнава приходили. Даже Кришна Нанда Госвами. Он был очень знаменит. Он был одним из девяти драгоценных камней Индии. Он тоже приходил встречаться с Гуру Махараджем. И когда я спросил, а что он за Вайшнав, Гуру Махарадж ответил, что в конечном счете он майвади, но он позирует в качестве Вайшнава. Такой комментарий дал Гуру Махарадж. Он делал многочисленные замечания. И я получил практический урок от Гуру Махараджа. В этом состоит моя благая удача. Можно сказать, что я получал от него практические уроки. Гуру Махарадж рассказывал, что после Вриндаван Парикрамы он спросил Сарасвати Такура о тамошних Вайшнавах, на что Сарасвати Такура заявил, я не увидел здесь ни одного Вайшнава. И Гуру Махарадж сказал, я услышав это, я почувствовал так, словно упал с верхушки дерева. Сарасвати Такура сказал эти слова, приставив ладонь к колбу с жестом отчаяния, я крайне неудачлив, я не увидел здесь ни одного Вайшнава. Он имел в виду совершенного Вайшнава. Это он хотел сказать. Но это очень опасный комментарий. Буквально. И это моя неудача также. Я всегда думаю о каждом. но у меня есть шрадха, уважение и вера в этих людей. Стандарт должен быть высоким. И Вайшнава подлинного стандарта крайне редко можно встретить, найти. И тот, кому известен смысл этой шлоки, тот может судить. Нарад Госвами сам сказал Ведовьясу. То знание, которое ты дал массам, является обманом. Какое благо они обретут благодаря этому так называемому знанию? Если это не есть подношение Кришне, не есть подношение преданному, каким образом это нечто будет чистым и благочестивым? И тот, кто пытается практиковать, но падает, какова его утрата? Что он теряет? Нарад Госвами сказал. И в этом состоит наша надежда. В чем состоит его утрата? Он упал. Там, где он сидел, он упал с этого места. Но что он потерял? Он пытается всем сердцем и душой. В этом суть. Это факт. И если он сделал шаг вверх, это также благотворно для него. И почему вы не даете им такого шанса? 12 шлок есть там. И Гуру Махараш всегда говорил, в Бхагаватам есть 12 шлок. Эти шлоки содержат упреки народы Госвами в адрес Ведовьясу. И Гуру Махараш цитировал Чайтанья Чаритамариту эту шлоку. То, что мы считаем очень хорошим, и то, что мы считаем очень плохим, добро и зло, плохое и хорошее. Все это плохо. Все это зло. Чайтанья Чаритамарита очень сурово, прямолинейно. Все вайшнавы просили Кришнадаса Кавираджа Госвами. Они жили во Вриндаване и видели качество и квалификацию Кришнадаса Кавираджа Госвами. Ему было 80 лет в ту пору. Но все они просили Его, дай нам Чайтанья Чаритамариту. То, что мы обретем благодаря Тебе, через Тебя, это будет высочайшее явление, высочайшее знание о Чайтане Махапрабху. И он отвечал, «Я старик, я глубокий старик, я не в силах писать. Каким образом я осуществлю этот труд? Я не могу…» Он говорил, «Мне отказывает память, я все забываю». И тем не менее все же они продолжали Его просить, Кришнадаса Кавираджа Госвами, «Если Ты не дашь нам это, тогда никто не обретет Чайтанью Махапрабху совершенным образом», — говорили они. И тогда он также понял, что это необходимо. Ему было крайне тяжело писать эту книгу. И все они отправились к Говинде, Мадан Мохану и Гопинадху. И три божества, когда они дали позволение, сказали «Да», тогда в храме Мадан Мохану он начал писать. Один Госвами, уважаемый Госвами, он однажды объяснял эту шлоку. В ту пору я был очень молод. Мне было девять или десять лет. Я слушал. Я не мог ничего понять, но я знаю эту шлоку, и в ту пору я знал ее. Мой отец пел эту шлоку, и мне не был известен ее смысл. И тот Госвами, о котором я рассказываю, объяснял одну эту шлоку два или три часа. У меня не было терпения. Время от времени я приходил, слушал и уходил. Я был готов совершать киртан. И я думал, когда же они начнут совершать киртан? Я готовился к киртану. И в ту пору я не в силах был понять. Но теперь я до известной степени понимаю смысл этой шлоки. И я понимаю, почему он объяснял эту шлоку и зачем. Это не настолько легко. Многие великие светила отклонились, и тогда каким образом младшие, начинающие, практикующие могут не сбиться с пути. Поэтому необходима любовь и нежность каждому. Когда ребенок учится писать прописи А, Б, В, то одна загорючка отклоняется в одну сторону, другая в другую. Буквы разъезжаются. А отец что говорит ребенку? Очень хорошо, прекрасно пишешь буквы. Ребенок что-то сделал, и отец говорит, замечательно, прекрасно. Ты очень хороший мальчик. Он воодушевляет. Его необходимо всех воодушевлять. Вы, Махарадж, подобны такому отцу по отношению к нам. Нет, Прабху, я всегда это думаю. Я всегда думал, и думаю так, как говорю, и для меня невозможен иной образ мысли. Для нас всех он невозможен. Я знаю, что моя жизнь предназначена для служения Гуру Махараджу, и служению преданным Шри Чайтания Сарасвата Матха. Я не знаю никакой другой миссии. Я уважаю другие миссии. Я предлагаю им Дандават Пранам. Предлагаю им полноту почтения, но я предназначен для Чайтания Сарасвата Матха. И, как говорил Гуру Махарадж, реальность сама по себе и сама для себя. И мое положение таково по отношению к Шри Чайтания Сарасвата Матха. То, что я делаю, я делаю для него. Это мое служение, баз, этого достаточно. И это наша благая удача, говорит преданный. Да, удача каждого. Мы все удачливы. Мы все удачливы таким образом. По крайней мере, мы должны быть верными в нашей религии. Первое условие – это верность. Я где-то видел вопрос. Кто-то спросил у Гуру Махараджа, что такое верность. Здесь на Абадвипе его спросили. Да. Я видел этот вопрос. Его спросили, что есть верность? Верность необходима для религии. Любой религии, возможно. Необходима верность, а иначе человек, последователь этой религии ничего не получит. А что есть подлинная верность, Махарадж? Верность означает сердцем и душой. Ты должен быть предан этому, этой религии. Жертва – преданность. Ты не должен думать о других вещах. Верность подлинной верности. Верность. это и есть верность. Прекрасно. И когда Судхир Госвами сказал обо мне, возможно, само по себе это не хорошее определение, но применительно ко мне оно было замечательно. Он сказал, что я фанатик Гуру Махараджа. И я очень удивился, что означает фанатик. Но когда я узнал о том, что фанатик означает человек, который не думает ни о ком, кроме объекта своей преданности, то я был очень счастлив, эксклюзивно думает, сосредоточен. И я делаю это. И я черпаю такое настроение в его духовных братьях. Это богатство пришло ко мне благодаря им. Я был хулиганом, я рассказывал вам. Иногда я пренебрегал тем, что говорил мне Гуру Махарадж. Но когда его духовные братья приходили, и они прославляли Гуру Махараджа до небес, а я слышал это, то я испытывал великую гордость. Оказывается, мой Гуру такой, великий. И все это богатство пришло ко мне благодаря его духовным братьям. А иначе я думал, что он ругает меня, ругает того, другого, делает то, все. Таким было мое видение. Это бренное, это мирское видение Гуру. Материалистическое, оскорбительное. Но я рассказываю о том, как оно есть на самом деле. Мы воспринимаем Гуру в качестве смертного человека. Но его духовные братья подарили мне жизнь, когда они приходили. Васуде Прабху говорил, он был лидером враждебной по отношению к Гуру Махараджу группы. Когда Васуде Прабху приходил на Ситаканта Бананжилейн, там была маленькая комната, 8 на 10 размер этой комнаты. В эту комнату приходил Васуде Прабху, чтобы встретиться с Гуру Махараджем. И когда он уходил, он говорил мне, ты столь удачлив, тебе настолько повезло обрести такого прекрасного Гуру, ты должен служить ему. Было немыслимо услышать подобное из уст Васуде Прабху. Он никому не давал таких характеристик. Васуде Прабху был очень горд и он был буквально аутентичен, он никому не выдавал сертификаты. Но Васуде Прабху испытывал ко мне определенную симпатию. И почему? Потому что, завершив выступление, все принимали расагула, ели расагула, Васуде Прабху отказывался от расагула. Он говорил, нет, я не ем. И Гуру Махарадж спросил как-то у него, все едят, а вы отказываетесь. Нет, нет, Махарадж, я не стану есть. И Гуру Махарадж не стал настаивать. И я позвал Гуру Махараджа через окно, Махарадж, подойдите. Гуру Махарадж приблизился ко мне, я спросил, что такое. И я сказал Гуру Махараджу, он примет расагулу, если вы дадите своей рукой, а иначе он не станет есть расагула. А Гуру Махарадж спросил, почему? Я ответил, позже я вам отвечу на этот вопрос. И Гуру Махарадж ушел. И Гуру Махарадж сказал, возможно, сославшись на меня, он сказал, этот мальчик очень опечален тем, что вы не принимаете расагулу. Он позвал меня к себе и сказал, что если я дам вам расагулу, то вы примете. И Васудеев Прабху сказал, да, если вы дадите мне расагулу своей рукой, то я приму ее. Васудеев Прабху опасался всех остальных вайшнавов. Он опасался того, что его могут отравить. Понимаете? Но насколько он был любящ по отношению к Гуру Махараджу, любил Гуру Махараджу и уважал его. Если Гуру Махарадж своей рукой бы дал ему яд, он был готов этот яд принять. И Васудеев Прабху принял четыре расагула. Гуру Махарадж одну за одной клал ему в рот, и тот ел. Гуру Махарадж очень удивился. Как этот мальчик мог понять, о чем идет речь, думал он. Васудеев Прабху ушел из этого ашрама, Сита Канта Баннерджи Лейн. Я шел за ним вслед, и он говорил мне, ты очень хороший юноша, у тебя прекрасный гуру, служи ему, и ты обретешь величайшее, высочайшее благо в твоей жизни. И затем он сказал мне, спроси меня о чем-нибудь. Я хочу дать тебе что-то. Что ты хочешь получить от меня? В ту пору Гаудио Миссия опубликовала в якоран грамматику, санскритскую грамматику Дживе Гасвами. И они не давали ее всем, она была предназначена для них. Членов их общества, они не продавали ее и никому не дарили. И когда Васудеев Прабху сказал, ты можешь попросить меня о чем угодно, я ответил ему, я читаю в якоран, но у меня нет в якоран грамматики, учебника грамматики. Я изучаю санскритскую грамматику Дживе Гасвами, Харинамриту в якоран. Я слышал, что у вас есть эта книга, этот учебник, вы можете дать мне одну копию? Васудеев Прабху заулыбался, он был очень доволен, он сказал, да, тебе я подарю книгу. И он дал мне одну копию. Но его помощник был очень грязным человеком. Он три раза выгнал меня из Гаудия Матха. Нет, два раза, два. И я был очень зол. И я сказал, я больше не приду в Вашу Матху. Но Гуру Махараш послал меня. Он опасался, что если узнает Васудеев Прабху, то его выгонят, этот человек. И библиотекарь дал мне в якоран, хотя вначале отказывался это сделать. Этот в якоран хранится в комнате Гуру Махараджа. Они опубликовали прекрасную книгу. Они опубликовали великолепные книги. Их издательский отдел работал очень эффективно. И все духовные братья Гуру Махараджа одаривали меня жизнью. А иначе мои чувства носили смешанный характер по отношению к Гуру Махараджу. Иногда я был зол на него, иногда я чувствовал одно, иногда я чувствовал другое. Чувства не всегда были трансцендентными или брендными. Это были смешанные чувства. Но когда его духовные братья приходили и прославляли Гуру Махараджа, и тогда я чувствовал, о, мой Гуру Дэв очень хорош. Махарадж, когда мы встречаем других гуру, мы должны воодушевлять учеников этого гуру, воодушевлять веру в этого гуру. Если этот гуру хорош, тогда да, конечно, это необходимо. Если он хороший Вяшнах, да. Никоим образом не следует оскорблять гуру, но также нет необходимости вмешиваться. Если у вас нет представления о том, кто гуру какого-то человека, то зачем вы станете лгать ученику? У вас нет представления, каким же образом вы будете говорить, почему, с какой стати вы будете говорить, что его гуру очень хорош, но, опять же, оскорблять никого нельзя. Гуру этого человека может быть плох или хорош. Он живет в своем собственном кругу. И его ученики, все ученики, ученики каждого, не следует их смущать. Если мы хотим жить в обществе, это необходимо. Вчера ученик Парамадветия Махараджа приходил сюда. Я знаю, что он враждебен, но я не стал ничего ему говорить. Я не стал говорить, не нужно оказывать ему почтение, не нужно его кормить. Нет. Он пришел в наш Мадху. Он наш гость. Необходимо о нем позаботиться достойно. И однажды он поймет, что и что. Если удача поможет ему. Если нет, то не проблема. У меня нет с этим проблем. Он пришел, и кто-то спросил меня, мы должны ему продать книгу Гуру Махараджа или нет? Я ответил, да. Мы можем дать ему книгу. И почему? Сам Гуру Махарадж, его знание, его концепция будет проповедовано посредством этой книги. И мой долг состоит в том, чтобы проповедовать концепцию Шрилы Гуру Махараджа. Возможно, чувства этих людей не очень хороши, но они распространяют концепцию Гуру Махараджа. Так какая здесь проблема? Поэтому вы можете дать ему книгу. Но Гауди Амат, Баг Базар, они этого не делают. Они не дают. Если к ним приходят представители из оппозиционного лагеря, они не дают им книги. И я не знаю почему, но они не дают. Махарадж, записи ваших речей, которые мы сделали, кассеты. Я отказал им в этих кассетах. Но вы должны сами решать. Если кто-то опубликует эти записи и займется бизнесом с помощью этого, то это будет оскорблением. В коммерческих целях. Да, они на этом зарабатывают. Это очевидно. И когда вы видите, что это бизнес, не следует давать им. Одним ртом они оскорбляют, а другим ртом продают. Это не есть хорошо. Но то, что опубликовано, книги Гуру Махараджа, эти книги и можно давать. То, что уже было опубликовано. Их вы можете давать. Не проблема. Так я думаю. Но они всегда будут источником проблем. Вы видите, поиск Шри Кришны. Что сделал Дайдхар Гуранга? Он опубликовал эту книгу, но у него нет права на публикацию. Поиск Шри Кришны. Они тоже были опубликованы. Да, но у них нет права на то, чтобы издать эти книги. У меня есть множество проблем. И мне не нужна еще одна проблема. У меня столько проблем. Я сталкиваюсь с такими вызовами. Я говорю, что это не проблема. Проблема возникнет, если я начну возражать. Закон никогда не будет совершенным. Они втянут меня в юридические разбирательства и найдут какие-то лазейки. Я не горю желанием всем этим заниматься. Я могу сделать это юридическими средствами. Я могу использовать разные приемы против них, но я не хочу тратить мою энергию на попытки им противодействовать. Это трата энергии. У меня есть определенный запас энергии. Я хочу тратить мою энергию, мои силы на моих друзей. Такова моя природа. А то, что они делают, поступают многочисленные жалобы. Они делают то, они делают это. И я сказал, забудь. Делают то, делают все. Но, в конечном счете, они окажутся в проигравших. Я знаю, таков мой опыт. Имитация никогда не может принести подлинного уважения. Вчера мне задали вопрос. Парамадвейти Махараш открыл пять матхов во Вриндаване. А что он станет с ними делать, с этими пятью матхами? Пять, пять зданий он купил. Больших зданий. Одно, возможно, маленькое, но четыре другие большие. А что он станет делать с этими зданиями, центрами? У нас нет людей, которые могли бы служить на Гоу в Ордане. Там живут пять или шесть человек, и они все просят, «Махарадж, заберите меня отсюда». Постоянно мне это говорят. Там очень жарко, и их руки и ноги покрыты волдырями от жари. Им очень тяжело. Матха – это источник трудностей, любой матх. У него есть опыт в этом отношении. Я не открываю многочисленные матхи, но матхи открываются сами собой. Что я могу сказать? Эта земля Рупы Госвами пришла ко мне. Я не хотел ее брать, но это благословение Рупы Госвами Прабху, оно пришло ко мне. Я удивился Прабху. Я чувствую, и я думаю также, что это нечто трансцендентное. Я чувствую, что это нечто трансцендентное, и я думаю, что это нечто трансцендентное. Я закрываю глаза, я опускаю руки. Но когда это приходит ко мне, как теленок, теленок, который приходит к матери, пытается сосать ее вымя, молоко не сечет, и он давит на вымя. Я чувствую себя так. У меня нет большого желания этим заниматься, но эти обязанности ко мне приходят, и мне их навязывают. Поэтому я должен совершать севу. Таким образом все приходит ко мне. Вы видите, в Калькутте. В Калькутте я не хотел открывать два центра, я хотел открыть один центр. Но там есть общество, коммунистическое общество. Они не хотят, чтобы люди открывали храм. Они заявили, это жилой квартал, и так далее, и тому подобное. Эти люди бывали в Лондоне, бывали за границей, и они знают, что такое храмовая территория, и так далее, и тому подобное. У них есть определенное представление, и они стали возражать. И я был очень опечален. Это Индия, они себя так ведут. Хорошо, сказал я. Я построил храм где-то в другом месте, там, где мне предоставится такая возможность, и я построил храм в Кайкхале. Я был недоволен, когда покупал землю для маха в Кайкхале. А теперь они дали позволение. Теперь они позволяют. Они говорят, да, махараж, вы можете открыть храм. Вы не плохой человек, вы не искон. Вы можете действовать. Таковое представление. А что мне теперь делать с храмом в Кайкхале? Это моя головная боль. Теперь, когда мне дали разрешение открыть храм, там, где я изначально хотел это сделать, то был мой план. Я думал, что место явления Гуру Махаражи, я построил там забор, туласи манчу, и каждый день туласи будут поклоняться благовониям. А что затем случилось? Появился мат, пришло божество, все появилось в том месте, в хапании. Постепенно все это приходит, и у меня нет выхода, кроме как поклоняться этим реалиям. Я счастлив, несомненно, но это чрезмерная беременность для меня. Я прекратил покупать землю. Вчера Хари Чаран рассказал, продается земля по соседству с нами, за тем же номером, что и наша собственность. Мы должны купить, сказал он. Я был очень обеспокоен. Теперь я потрачу двадцать тысяч рупий. Для меня это трудно, но я думаю, в конечном счете. Эта земля примыкает к нашей, и номер дома, номер участка, то же самое, что и наш номер, поэтому необходимо купить. И я дал пять тысяч рупий вчера авансом. Я не хотел покупать, но мне эту покупку навязали. В таком положении я нахожусь.